Приветствую, друзья. Признаться, имея на руках гибридный предусилитель FX-Audio TUB-03 мне было сложно понять, что же такое этот MK2. По идее, производитель взял за основу свой удачный предусилитель на лампах 6K4 и добавил туда усилитель для наушников на чипе GRC4556. Хорошая идея и вполне здравое расширение функционала. Но этого, похоже, оказалось мало и решено было добавить туда еще и Bluetooth-модуль QCC3008 с поддержкой APTX. А для его реализации еще и вполне неплохой ЦАП ESS ES9023P. Последний работает только по Bluetooth. Вот такого монстра нам с вами сегодня и предстоит рассмотреть. Собственно, поехали. Поставляется девайс средний по габаритам картонной коробки без какого-либо обозначения, что же нам ожидать внутри. Комплект максимально скромный, состоящий из набора документации и импульсного блока питания на 12В 1А. Корпус аппарата полностью выполнен из металла. Сверху мы видим две лампы 6K4, а снизу четыре резиновые ножки для лучшей фиксации с поверхностью стола. Входов здесь два, линейный RCA и Bluetooth. Выходов тоже два, линейный RCA и 3.5 мм выход на наушники. Таким образом, подключив RCA на вход и на выход, мы имеем гибридный предусилитель. Если на вход идет RCA, а на выход 3.5 мм джек, то это режим усилителя для наушников. Ну а если сигнал приходит к нам по Bluetooth, то аппарат работает как полноценный ЦАП с выходами на наушники и на RCA. Это и есть все три возможных варианта использования девайса. Не забудьте только прикрутить Bluetooth антенну. На передней части нас встречает 3.5 мм джек, кнопка включения, она же включает Bluetooth, светодиод состояния и целых три регулятора. Первые два имеют такой плавный тугой ход и предназначены для регулировки тембра плюс-минус 8 дБ, то есть это басы высокие. Ну а последняя, самая большая крутилка, это непосредственно регулятор уровня сигнала. Он уже вращается с такими приятными тактильно-механическими щелчками. Из минусов отмечу отсутствие зацепки для центрального положения тембрблока, от чего поймать середину становится очень сложно и приходится действовать на глазок. В остальном же все нормально. Рассмешили только красные светодиоды под лампами. Понятно, для чего их ставят, но вот такой ядреный красный цвет слабо вяжется с винтажным ламповым свечением. При работе лампы ощутимо греются, корпус так себе, фоновый шум есть, но вполне терпимый. Главный тест, о котором все меня просят, я конечно же проделал. При работе извлек одну из ламп, после чего уровень сигнала начал так плавно угасать. Вернул лампу обратно и уровень столь же плавно вырос до первичного состояния. То есть лампа здесь не для красоты, а реально включена в цепь. Хотя об этом нам куда точнее расскажут измерения. Еще раз напомню, друзья, что как ЦАП девайс работает исключительно по блютуз. Это важно. Поддерживаются SBC, OSCE, APTX кодеки, что конечно нормально, но сегодня уже хочется и APTX HD. Льда к этому здесь нет. Разбирается МК2 элементарно. Сзади выкручиваем вот этих два центральных самореза. Спереди четыре винта по углам. После чего плата спокойно извлекается из корпуса. Внутри все ровно так, как нам и описали. ЦАП ESS ES9023P, блютуз чип QCC3008, два операционника NE5532 и вместо обещанного музыкального OPPO 1656 у меня стоит куда более простой GRC 4556. Хотя в описании они указаны вместе, наверное, тут кому как повезет. Пайка хорошая, плата более-менее чистая, собирается все в обратном порядке. Относительно замены элементов, для ламп нам привели целый список совместимых, операционники тоже можно поменять на что-то получше. То, что установлено сейчас, настроено на максимальную резкость и прозрачность, что для гибридного усилителя, на мой взгляд, самое оно. По измерениям мы видим типичную картину применения ламп. Куча гармоник на гармонических и интермодуляционных искажениях. При этом уровень шумов и динамический диапазон тут на отлично. Взаимопроникновение канала в среднее. Но больше всего меня, конечно же, удивила кривая АЧХ. Вот этот страшный спад от 300 до 20 Гц и непонятный горб чуть выше по частотам. Такого быть не должно, однако автомат выставил такой АЧХ оценку средней, как собственно и всему тракту в целом. Попытка замены операционного усилителя на оригинальный ситуацию с АЧХ не выправила. Измерение с линейной версией выхода показало аналогичные же результаты, только с меньшим уровнем сигнала. Но это и понятно. Дополнительного усиления-то нет. Очередной раз удивило меня измерение качества сигнала посредством Bluetooth на aptX кодеке. Здесь АЧХ принимает еще более изощренную форму с подъемом всей верхней половины спектра. То есть это вот такая схемотехника. Надеюсь, что специалисты помогут мне разобраться. Вот FX Audio в их новых моделях, честно говоря, такого совсем не ожидал. На слух же герой обзора играет довольно чисто и легковесно, но это достигается не общим качеством построения звукового полотна, а тем самым подавлением низких частот на АЧХ. Хитрый и, на мой взгляд, очень грязный трюк. Я такое не люблю. Сочность, глубина и рельефность, сопутствующие любому гибридному усилителю, прослеживаются здесь слабо. В связке с далеко не дешевым ЦАПом SMSL SU-8S хорошо видно это общее упрощение тракта. Все как-то плоско и неинтересно. Очевидно, что данный аппарат требует какого-то более бюджетного источника. С FX-Audio DAC-X3 звучание стало немного интереснее. Естественно, без откровений, но на безрыбье и рак-щука. Слушать такое уже можно. Что сказать, обычный, очень простой звук, словно из плеера бакса в эдак З16. Подробнее раскрывать изюминку звучания этого чуда не вижу никакого смысла. Подводя итоги, FX-Audio TUBE-03 MK2 меня поначалу ну очень сильно заинтриговал. Еще бы. Получить в одном корпусе гибридный усилитель для наушников и беспроводной ЦАП с поддержкой aptX-кодека, ну очень круто. Кроме того, наличие двух ламп, три сменных операционных усилителей и встроенный ЦАП ESS ES9023P, думаю, вообще никого не оставить равнодушным. Однако, под этим соусом нам подали нечто не свежее. Очень странную кривую АЧХ, причем во всех сценариях использования. Попробовал крутить тембрблок, он работает корректно. Замена операционников тоже не дала результатов. Здесь что-то основообразующее. Странно, что в случае беспроводного ЦАПа проблема тоже остается, но принимает несколько иные формы с выделением верхней части диапазона. Для чего это все непонятно? По звучанию, благодаря подавлению низких частот, производителю удалось выжать большей частоты и скорости. Но в таком звуке совсем не ощущается влияние ламп, ими можно наслаждаться лишь созерцая графики искажений. Звучит аппарат, откровенно говоря, бюджетно. К чему-то серьезному подключать его нет никакого смысла. Усилитель на наушнике, в принципе, здесь нормальный. Для чувствительных внутриканалов будет неплохой такой запас по громкости. Что-то тугое сюда подключать тоже нет смысла. От себя я бы, например, рекомендовал доплатить 30 баксов и взять X-DU MT602. Вот это реально достойный аппарат. Герой же обзора требует внимания этих норей, в плане найди несколько ошибок. В сухом остатке мне не понравилось, я ждал большего. Начинка у девайса отличная, но до ума ее так и не довели. Собственно, вот такой вот он странный аппарат FX Audio Tube 03 MK2. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok